всем привет я донис мы продолжаем проходить resident evil 7 и у нас дилемма места не хватает что-то надо сделать тут бы сумочка была бы этот самый чемоданчик пока ладно ничего не будем делать стероиды так 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 по любому надо делать а все равно не хватает блин съесть можно вот повышает мышечную силу максимальное здоровье действует бессрочные таких уже в кололи штуки три или четыре там халк может даже сирена вильямс монстр так отправлена пятница 16 января 15 года 042 ребята благодаря вам меня уже неделя как не беспокоит странные мысли теперь все нормально а она до сих пор думает что провела меня вы уж постарайтесь исправить это недоразумение она ведь не только выглядит как малое дитя но и глупая как дитя однако мама и папа пока в полной отключке любопытно это вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость результат мягко говоря хреновый правильно пятница 4 ноября как это было шестнадцатый января фигасе то сколько пришло это сука мия до сих пор прибывает где-то между счастливой страной эви и реальностью она становится весьма агрессивной пришлось забереть ее в камере мне казалось что эвелина должна была разозлиться тьме ее любимица ей вроде все равно вообще-то эвелина иногда к ней наведывается думаю думает мия ее мамочка в общем хреновая у вас получилось биологическое оружие пятница 1 сентября уже шестнадцатого года семейная одержимость эвелины выходит из-под контроля она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг чтобы добавить свою семью уродов может ей надоело потому что мия к ней не вернулась но меня все это уже порядком достала ведь именно мне приходится почищать дерьмо когда появляется кто-то новый кто это пишет интересно кстати эви вроде не здоровится кожа у нее становится все более морщинистой и волосы сидеют так и должно быть на как будто внезапно постарела эвелина постарела так мысль появилась пока не буду говорить кто что все-таки пишет интересно ты этот парень что ли лукас совсем понятно в данном отчете описаны симптомы заражения человека бактерии обитающие в объектах серии е настоятельно рекомендуем ознакомиться с документом прежде чем работать с боевыми агентами серии это боевые агенты типа оружие государственное какой-то далее именуемая как плесень первоначальное заражение плесень питается веществами зараженного хозяина и растет постепенно захватывая все клетки один из поводченных эффектов чрезвычайно высокие региере регенеративные способности быстро восстанавливается ходе экспериментов мы ампутировали у подопытных руки-ноги а им удавалось за считанные минуты приживить ампутированные конечности обратно понятно почему они вас ненавидят третье промежуточная стадия когда плесень достигает мозга мысли субъекта синхронизируется с мыслами агента серии субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации вскоре он подпадает под полный контроль агента серии если не остановить процесс субъект полностью теряет свое я понятно то есть это и вели на агент я и так понял 0 0 1 1 она всех и жителей этой семьи подчинила 4 последняя стадия поставка плесень распространится на все клетки организма субъект начинает терять человеческий облик физические изменения разнятся случая к случаю в результате субъект приобретает огромную физическую силу содержа сдержать субъект достигший этой стадии чрезвычайно трудно так интересно то есть тут исследования кто-то вел и 5 минут после введения дозы дозы рвота ты вели на некоторая токсин е испытания для подбора дозы серии е но детях испытывают блюдки 10 минут после введения дозы смерть 12 минут после введения дозы кальцификация клеток не знаю что кальцификация затвердение возможно колесе затвердения клеток цель найдена некротоксин е разрешает клетки объектов созданных на основе модели биологического оружия серии е использовать только для уничтожения объектов серии е то что нам надо перед употреблением сболтать и выпить так перед употреблением токсин необходимо стимулировать для этого поместите в контейнер с некротоксином образец клеток серии е а вот зачем нам образец мия передала нам образец клеток понятно сейчас мы туда поместим эти нейротоксин и надо вколоть жилет эта бабушка это и есть ювелина цвета кто будет вообще крутяк просто данный проект был инициирован в двухтысячном году в качестве одной из концепций инициативы эр-тп-сп экспериментальная разработка типа тактическое преимущество следующего поколения сотрудничестве с организацией hcf основной целью было создание биооружия для массового уничтожения врага без прямого контакта последствии инициатива эр-тп-сп была свернута а все наработки были переданы в данный проект отличительной особенностью данного проекта является способность обращать врага в союзника преображение враждебных элементов добровольных помощников таким образом снижается не только расходы на содержание военнопленных но и на само проведение боя неудивительно что такие организмы как и даже стремятся принять в этих разработках участие организации нет на запекали тут так данный проект не состоялся бы без открытия в таком-то чрезвычайно развитого грибка замещающей эволюции чаще всего для него используется термин мутагриб приоритетным методом производства было добавление генома мутагриба к человеческому эмбриону накануне перехода к стадии 4 и культивация контролируемой среды в период от 38 до 40 недель полученные организмы в дальнейшем обозначались как потенциально подходящие особи они ранжированы по степени полезности от неудачных и бесполезных результатов серии а д до безупречной серии е боже мой сколько подопытных было это представляете от эйди до и эйби си ди а 4 4 серии для биологического оружия была выбрана стандартная внешность а именно 10-летняя девочка ну это японцы просто обожают девочка разрушительница просто мечта каждый японец мечтает чтоб у него дочка была там не знаю девочка где-то была которая убьет его выбрана для была выбрана стандартная внешность а именно 10-летняя девочка такой выбор облегчает смещение с городской популяцией смещение с городской популяцией или беженцами первая особь серии и под по имени эвелина обладает способностью выделять мутагриб свои ткани по собственной воле необходимо также отметить что мутагриб эвелина обладает способностью подчинять себе тело и разум особи хозяина о механизме данного контроля со стороны эвелины нам еще много предстоит узнать однако уже существует рабочая теория о том что вектор действия подобен самоиндуктивным феромоном используемым для дистанционного взаимодействия между бактериями псевдомонодами эвелина достигает контроля в нескольких разделенных этапах первым из которых является галлюцинации почти незамедлительно незамедлительно после заражения субъекта начинает посещать видение эвелины хотя на самом деле ее рядом нет слышится ее голос неслышимый для окружающих расспросы субъектов находящихся на ранних стадиях заражения показали что первое время фантом эвелины кажется обычной маленькой девочкой жаждущей дружбы или помощи однако со временем она становится все более агрессивной и требовательной она призывает субъекту наносить себе увечья или нападать на окружающих психический шок испытываемый субъектами от совершенного позволяет эвелины обрушить их естественные ментальные барьеры и начать психологическую обработку ко времени достижения полного ментального контроля мутыгрюковая инфекция поражает все клетки организма и тела запикано разлагается мутирует да все все карты раскрыли скорее всего концовка игры скоро офигенно честно очень интересная история классно поданная если реальная бабушка будет этой эвелиной это просто вишенка на торте это классно когда мы ходим вокруг чего-то всю игру и даже не подозреваем чем это является на самом деле ах браво эвелина также способна формировать организмы из мицелия то есть грибкового волокна в данном случае чей термин организмы не точен строк говоря это сверхорганизмы полностью состоящие из бесконечного мицелия однако важно отметить что этим производным организмам свойственен мощный инстинкт самосохранения они яростно защищаются при малейшем намеке на угрозу свойственная этим грибкам плотность и сила придают им потенциальную ценность на поле боя исследователи исследователи называют эти сверхорганизмы плесневиками они состоят из плесени а также это название созвучно слову боевики есть в этом наименовании некая выдумка для лечения случайных заражений была разработана уникальная грибковая сыворотка получаемая путем образцов тканей эвелины применение сыворотки на зараженном субъекте приводит к кальцификации мицелии однако в случае когда клетки субъекта обширно поражены применение сыворотки приводит к летальному исходу понятно то есть сыворотка кальцификация это правильно твердевание что и произошло с дедом когда мы ему вкололи у него уже было все заражено мицелиями все клетки видно они кальцифицировались и он весь кальцифицировался и умер из-за этого так а бабка почему почему кальцифицировалась бабка когда мы ее убили мы же в нее ничего не вкалывали вот это непонятно однако в случае когда клетки субъекта обширно поражены применение сыворотки приводит к летальному исходу в силу того что временный временной промежуток подходящий для лечения так мал основным применением сыворотки является скорее устранение зараженных субъектов нежели их исцеление понятно а вот нами и подействовала значит она не так сильно была сильно сопротивлялась наверное плюс на нее не могла эвелина особого плохого ничего сделать не могла еще не понятно почему при исследовании свой сыворотки мы обнаружили что подвергание ее влиянию пяти звездочек усиливает эффект до крайней степени таким образом был открыт состав который мы теперь знаем под названием некротоксин е и точнее даже в малых дозах смертельные на малых дозах кроме кроме подходит для успешного внедрения в социальные группы нежели одинокая девочка с другой стороны кто-нибудь сентиментальный может предположить что она пытается компенсировать четко осознаю осознаваемую нехватку любви в процессе своего возрастления в карантине и не хватает родительской любви скорее всего второй вариант кто же все таки работал в этой лаборатории интересно о ящик так огнемет взять что можем выложить это аптечка мы выложим маловероятно что эта штука понадобится возьмем ка мы огнемет хотят столько там не не надо в принципе нам ничего не надо значит и это тоже выложим сделаем наверное маленькую аптечку еще одну коррозионное вещество возьмем вдруг понадобится аптечек у нас сжигательных боеприпасов тоже так секунду бомб дофигища так еще интересно так или тому назад вышло а понятно там мы поднимались лучше на пистолетные патроны пойдем выложим их и 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 по-моему это она поет она уже пела так для магнума у нас нет этого магнума сожалению просто жидкость да монстров нету хорошо горит так 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 немножко растерялся если честно честь так точно тут один патрон надо не забывать сразу перезаряжать с первого раза не убила получается эта штука ты смотри ну давай и чё ты выживешь какие же учи жесть просто дам огнемет так себе вещь интересный проход топлива для горелки надо было взять на горелку ладно так красиво в полете его смотри бомбы не убила они тут более сильные чем на корабле и а и и на и и и и правда две всего гильзы слишком много дают нам это топливо для огнемета звуки со всех сторон ну сдох были патроны кончаются уже сколько сколько 7 так сохранение чёп твою ты промазал так да блин попал как это получилось сорванет нам блин все патроны потратил надо эти бомбы сейчас тратить как-то течки нас аптечек этих хоть папа ешь патрон для пулемета нету места так чё выкинуть течки как назло некуда использовать выкинуть что ли аптечку это что ли аптечка что ли аптечка и что ли аптечка и и хоть чуть блин 2 кильзы просто дофигище ну два хрена конечно было солидно все так тихо стало так а вот все одним патроном кстати о это другое дело сохранение стул бабки эвелины кукла все я понял это вспомнил это место тут похитили то есть не похитили а сбежал от нас не я здесь оставил да прикольно возвращаться старые добрые места такие же добрые и 001 все теперь точно все бой как это круто и подсказки как бы в самом начале мы уже все это могли видеть и 001 вот эта фотография это реально очень красиво с точки зрения сценария вот подачи это очень красиво самом начале лежала фотография и 001 бабушка старая добрая бабушка это и есть ювелина ах как же круто сильная игра почти самое начало игры погода такая же а теперь забитые все окна наверно никто не ответит что же с той девушки стала второй как ее зовут ева не него вот забыл который нам помогала по телефону зои нехорошо стоит не кинулась бы она в камеру прям не люблю такие скримеры потому что это же заражен тут немного было этих скримеров хорошо предохранители сыграть нельзя камин домик в камин запихнуть еще не вот он и как почему-то решила что я не хочу быть твоим папой а кстати тоже другой дом мы не в нем ходили мы были в другом доме интересно гадим наверх может надо было я не знаю куда идти то есть куда наоборот не надо идти чтобы ничего не пропустить зачем ты показал ей раньше времени это все это все понарошку не будем патроны тратить наверное все таки наверх ну правильно что увидели вот эти сценки куколка пытается нас напугать хоть бы уже монстра своих блюотных послала айси ха 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 боишься а смотри-ка она нас ранен даже до через черный ход пройдем блин нельзя хорош вы тратить а а почему она теперь материализовалась ты всех убиваешь не так все просто расплавилась прям как терминатор блин че там так куда и стрелять да а 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 покажите покажите скорее ни хрена себе Ах ты, зараза-то какая, а? Перезаряжай скорее Перезарядил? Вот тварь Блин, ничего не дает сделать Бедный Итан Наливай скорее на руку эту хрень свою Используй Супер пушка типа Все вроде Кальцинировалось И рассыпалось В прах Интересно, что с Зоей стало И Мия, конечно же Мия, Зоя Спецагенты Как же вы такое допустили По идее, они нас должны нейтрализовать Как свидетели Я Редфилд И лицо показывает свое Да, конечно На самом деле Пулю в лоб Ах, спасать его будут Убили там столько людей На своих исследованиях И свидетель оставляет живых Неужели Прекрасно Ладно, хотя бы в играх Пусть будет Хэппи-энд Обязательно в конце Американский вертолет всех Спасает Они говорят, что когда одна дверь закрепит Одна дверь закрепит Ну, дверь закрепит Вновь И что это было Но не только для меня Я и я не были единственные Викторами Так и были Бекеры Это была эта вещь Эвелин Кто их сделал так Но теперь Эвелин Мир И эти люди Они здесь Чтобы clean up The mess Я просто Прекраснусь Мир Но сейчас Она вернула И хочет начать Прекрасно Пусть все это Прекрасно Прекрасно Может это Где Дальше Дальше Прекрасно Прекрасно Resident Evil 7 By Hazard Так Коши на кониши. Томанори Токано. Ташишико Та Цуда. Хироюка Масато Миязаки. Ну что ж, подведем итоги. Игра оказалась лучше, чем я ожидал. Прям вообще. Я думал она будет более что-ли попсовой какой-то такой. Она оказалась с очень интересным сюжетом. Очень атмосферная. Все в ней круто. И сам геймплей был. Подача сюжета. А фишка с бабушкой Эвелиной просто 5 баллов. Объект Е001. Фотография в самом начале игры лежала. Бабушка была с самого начала игры. Кто бы мог подумать, кем она является. Дополнительный последний уровень на корабле просто супер. Хотя и в доме тоже все было круто. Короче, я в восторге от игры. Мне очень понравилось. Ладно, на этом прохождение заканчивается. Кто смотрел, большое спасибо. До встречи в других прохождениях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok